Приветствую вас! И есть такое понятие, как тревожность. Тревожность это такое человеческое состояние, когда он, то есть человек, воспринимает сны, как такой, знаете, своего рода проводник, как транслятор определенных ситуаций, мыслей, желаний и так далее. И ваша девочка, она вполне возможно, вот как бы сама-то по себе, к вам именно возвращаться не собирается, возможно. То есть у нее, если вы об этом, а я догадываюсь, что вас это все-таки волнует, у нее нет, может быть, желания к вам возвращаться. То есть этого именно она, может быть, не хочет. Но из-за того, что вы с ней расстались, и из-за ее вот этих вот снов, которые ей сняются, она думает, а не являются ли эти сны, как бы это сказать, проявлением ее неправильного поведения по отношению к вам. То есть вот она, например, с вами рассталась, а вы их, как бы, переживаете, и на этой почве с вами что-то происходит плохое в ее сне. И таким образом получается, что человек как бы себя отчасти накручивает достаточно сильно вот по поводу того, что он неправильно сделал. И в результате опасается, что по ее вине, а я надеюсь, связь теперь вам понятна, да? Связь между тем, что она сделала, и, значит, тем, что ей снится. Значит, ее мучает вот этот вот страх возможностей того, что с вами что-то произойдет. И из-за этого она спрашивает у друга, все ли с вами в порядке, все ли у вас нормально, и так далее. Чтобы, не дай бог, не пропустить того, что у вас что-то случилось, или если узнает, что с вами что-то случилось, придет вам на помощь. То есть, по большому счету, по большому счету, то, что с ней происходит, можно назвать, знаете как, таким подсознательным чувством вины за то, что она с вами рассталась. Может быть, чувство вины здесь продиктовано тем еще, что она сама нуждается в вас. То есть, у нее есть нужда в вас, она хотела бы с вами быть, она жалеться за то, что от вас ушла, но, как бы, наверное, уверена, что вы уже нашли, там, например, другую женщину себе, или что-то в этом роде. И, в общем-то, не надеясь вас вернуть, она, вот, просто-напросто, как бы, ведет себя именно так. То есть, беспокоится за вас, понимает, что вас упустила, жалеет об этом, но выбора у нее особо по ее мнению уже нет. И из-за этого она просто-напросто не видит для себя никаких вариантов других, кроме как интересоваться вашим, как бы, здоровьем, все ли у вас в порядке. В этом случае, в этой ситуации, в этой ситуации вам нужно, можно сделать для себя следующее. Ну, во-первых, определить, как вы к ней относитесь, то есть, имеет ли она для вас еще какое-то отношение или нет, если имеет, то какое, как мы хотели бы продолжать с ней отношение или нет, желаете ли вы этого и так далее. Однозначно стоит, стоит ей писать, потому что, ну, и вот, непонятно опять же. То есть, тут нам надо сделать деликатно и для начала спросить у вашего друга. Вот когда она, эта ваша девочка, спрашивала у вас, то есть, у вашего друга, когда она спрашивала у вашего друга про вас, она делала это на правах конфиденциальности или нет. Потому что, если она делала это на правах конфиденциальности, то тогда можно говорить о том, что если вы ей напишите, если вы сами проявите какую-то вот, ну, как будто инициативу к ней, то вы тем самым подставите своего друга. Если разговора о конфиденциальности не было, то она просто спросила, как у вас дела и все, то вы можете написать, просто спокойно ей напрямую о том, что вот друг вам сказал, что она интересуется вами, и вы, как бы, хотите ей, как бы, донести, что с вами все в порядке. То есть, здесь вот важно понять, какие у вас есть варианты. Если конфиденциальности все-таки была соблюдена, так что, по крайней мере, если о ней речь шла о конфиденциальности, то в таком случае можно написать просто ей, сказать, что вот, ну, там, поддороваться, сказать, что вы вспомнили о ней, и решили узнать, как она поживает, как у нее, там, дела и так далее. Ну, это зависит, опять-таки, от того, чего вы хотите. Не нужно течь себя и люсиями на всякий случай относительно того, с какой целью, по чему она интересуется вам. То есть, вот я бы на вашем месте все-таки не стал бы надеяться на что-то, потому что, ну, мало ли, очень часто бывает так, что человек интересуется просто вот для себя. То есть, у него интерес именно в своем контексте. Ее может неинтересовать воссоединение с вами, ей может быть это совершенно неинтересно быть. Она просто, она просто не хочет, чтобы по ее вине, как она думает, с вами что-то произошло плохое, и из-за этого вот интересуется. И в таком случае, если это действительно так, то вы рискуете испытать очень серьезную степень разочарования именно из-за того, что вы-то надеялись на, например, вы-то надеялись на, там, какие-то вещи, да, вы надеялись на то, что она хочет вам вернуться, например, а ничего этого не происходит, и в результате у вас просто это обочарование, это обочарование и так далее. Вот от этого себя желательно все-таки защитить, потому что вы уже один раз перешили разочарование, когда снег вставалец. Ну, было бы наивно думать или считать, что вы не сможете перешить этого самого разочарования еще раз. То есть вот на одни и те же ограбления наступать здесь не стоит. Ну, если она хочет, например, с вами как-то взаимодействовать, потому что она, может быть, сама даст меня осознает, для чего она это делает, для чего ей это нужно, просто как такое, знаете, неосознаваемое желание, дайте ей, если готовы, конечно, дайте ей возможность как бы соприкоснуться с вами и соприкоснувшись с вами, она поймет, что же все-таки ей нужно от вас, например. Вот так можно ответить на ваш вопрос. Конечно, большую роль здесь играет причина, по которой вы расстались. То есть, если вы хотите максимально проработать этот момент, максимально полно проработать свои проблемы, то тогда, конечно, стоит вам поделиться еще и тем, например, вот почему вы с ней расстались, что поспособствовало этому расставанию и какие были проблемы. Потому что, если вдруг вы решите восстановить отношения и при этом не решите те проблемы, которые у вас есть, то, к сожалению, они вновь дадут о себе знать и это может привести только к тому, что вы опять просто-напросто поссоритесь и как бы будете опять друг от друга разлучены и будете только жалеть о потраченном времени. То есть, тут надо к вопросу подходить максимально с умом и пытаться не делать каких-то ошибок, которые обычно разрушают люди в данной ситуации. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если я делаю его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи. Субтитры создавал DimaTorzok